всем привет с вами владимир осечкин сегодня у нас 26 мая 2023 года есть срочная новость которая поступила к нам но причем эта новость которая поступила сразу из нескольких источников из лагеря слаживания в ресичанске луганской области сбежала около 40 одни сообщают 39 другие сообщают 43 сбежала около 40 бывших заключенных бывших осужденных из колонии строгого и особого режима которых привезли на территорию луганской области из исправительных колоний в син россии из нескольких регионов для того чтобы они прошли слаживание и приняли участие в войне против украины мы как раз сейчас готовили и готовим к выходу документальный фильм который наглядно показывает что на самом деле происходит в лагерях слаживания в каких там землянках каких условиях людям приходится там жить там буквально там в лесу как жестоко относятся надсмотрщики инструкторы к бывшим заключенным как них буквально унижают и дрессируют и вот пожалуйста первый такой массовый побег и первый далеко не последний когда около 40 вооруженных и находящихся в военной форме человек на машинах покинули лагерь слаживания покинули оккупированной территории и по той информации которая сейчас к нам поступает приехали на территорию ростовской области ну а самой этой новости и мы написали и некоторые другие сми и телеграм-канал уже написали суть не в этом суть моего этого видео и моего обращения я хочу обратиться сейчас к тем сотрудникам у фсб по ростовской области росгвардии и прилегающих территорий которых сейчас натаскивают и которым приказывают стрелять на поражение и убивать тех кто покинул территорию войны и отказался воевать против украины это действительно очень сложная с правовой точки зрения ситуация потому что да с одной стороны это бывшие заключенные бывшие осужденные которые совершали страшные преступления и большая часть из которых осуждены длительным сроком лишения свободы но власть в лице владимира путина син министерство обороны их забрала из исправительных колоний на них на каждого из них оформлены пакеты документов о помиловании я не знаю помилованы они в полном объеме либо это лишь подготовка проекта указа о помиловании и они еще не помилованы тем не менее государство их освободило скорее всего если они сейчас это задним числом не аннулирует они уже помилованы точно так же как и евгений пригожин забирал тысячи осужденных которых путин сначала миловал а а потом уже их отправляли в зону боевых действий то есть де-факто если мы понимаем что они помилованы это уже свободные люди свободные люди которых привезли туда как якобы добровольцев в подразделение так называемый лнр и которые решили это покинуть информация которая поступила к нам от нашего источника что отдан приказ я уж не знаю там письменный или устный стрелять на поражение живыми не брать для того чтобы это было показательно для того чтобы никто не думал впредь вот таким образом кидать путина минобороны и в син и де-факто сейчас по указанию силовиков могут быть убиты около 40 россиян которые не захотели оставаться в учреждениях гулага 21 века и которые не захотели воевать против украины особенно под началом вот этих вот каких-то самозванцев из якобы госбезопасности лнр одного из которых во время побега судя по информации которых нам поступает они все-таки застрелили в любом случае стрелял в этого надсмотрщика из госбезопасности из квази правоохранительных органов так называемой луганской народной республики по сути оккупированной территории лишь один человек все остальные в него не стреляли тем не менее еще раз подчеркну опасность заключается в том что спецназы в ростовской области их на прилегающих территориях получили указания стрелять на поражение то есть здесь во первых возможно конечно бойня и во вторых скорее всего ближайшие часы может состояться вот этот вот там спецоперация захват и расстрел еще раз подчеркну юридически свободных людей и которые отказались воевать против украины на мой взгляд никаких правовых оснований стрелять на поражение убивать вот такую группу по одиночке или всех вместе нету соответственно приказ этот незаконный если путин действительно подписал указ о помиловании никаких оснований считать их заключенными осужденными уже нет если это так если это не так и указа о помиловании нет тогда большой вопрос к директору в син россии и к министерству обороны и к тому же путину как получилось так что такое количество осужденных за тяжкие особо тяжкие преступления остались на свободе и оказались вооружены в любом случае да вот сейчас да в москве в киеве 19 54 здесь у нас во франции 18 54 будем следить за развитием событий через 2-3 часа сниму еще дополнительно видео которое опубликую на наших каналах пока давайте оставаться на связи у меня убедительная просьба отправьте это сообщение любым сотрудникам правоохранительных органов в ростовской области в прилегающих регионах нельзя выполнять этот устный неписьменный заведомо незаконный приказ нельзя расстреливать своих заграждан только за то что они хотят быть на свободе и они не хотят воевать против украины мы продолжаем оставайтесь с нами быть добру гулагу и войне в 21 веке конечно же нет